Великая Отечественная война В октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волгского оборонительного рубежа, основной частью которой был Казанский обвод. В строительстве обвода в свой вклад внесли студенты, преподаватели и ректор Казанского университета Кирилл Ситников. Начавшаяся война внесла существенные коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. Особенно она повлияла на количество преподавателей и студентов, ведь во время войны осуществлялась их мобилизация в армию. Так, к 1 октября 1941 года из 1198 комсомольцев осталось около 600. К 1 декабря – 49. Про доблесть советских солдат знают и помнят во всем мире, но часто забывают про тех людей, которые остались в тылу и своим трудом носили вклад в Великую Победу. Во время Великой Отечественной войны студенты, ученые и преподаватели Казанского университета оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, а другие ковали победы в тылу, поставляя войска вооружения, обмундирование, медикаменты и продовольствие. А в конце октября 1941 года весь коллектив университета был мобилизован на строительство Волжского оборонительного рубежа для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь страны. Строительство Волжского оборонительного рубежа 1941-1942 года, основной частью которого встал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом. Волжский рубеж составлял протяженностью 331 километров, включал в себя Татарскую АСР, Чувашскую и Марийскую, то есть как раз-таки территорию по Волжье. Конечно, студенты университета, преподаватели, даже ректор университета Кирилл Паркович Сидников участвовал в строительстве сам. Одним из серьезных просчетов фашистской армии была недооценка советской науки. В июле 1941 года по решению эвакуационного совета при Совете народных комиссаров СССР в Казань были эвакуированы 33 из 85 научных учреждений Академии наук СССР. 1884 научных сотрудников, в том числе 93 академика и члена корреспондента. Семьями около 5000 человек. Ученые Казанского университета совместно с эвакуированными именитыми учеными Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Легендарные академики Капица и Йофы, профессора Курчатов и Ландао и другие работали в то время в Казани. За время войны в Казанском университете было выполнено около 300 научных работ. Под руководством Александра Несмеянова была разработана методика получения карбинолов для лечения ран. А Николай Читаев создал теорию устойчивости самолета при движении его по земле, а Петр Капица разработал установку получения жидкого кислорода, которая использовалась при производстве взрывчатки на пороховом заводе в Казани. В преддверии Дня Победы Казанский федеральный университет проводит традиционный ежегодный студенческий марш Победы. Участниками марша являются преподаватели, сотрудники, студенты Казанского федерального университета, а также взвод, сформированный из студентов других федеральных университетов. Их всех объединяет любовь, уважение и благодарность предкам за мирное небо. Данное мероприятие, марш Победы, это в первую очередь дань уважения и памяти тем героям, которые воевали и отстаивали независимость нашей огромной Родины. По Кремлевской улице города Казани, в направлении Казанского федерального университета, от Кремля движутся колонны, которые в едином порыве выражают свою любовь и благодарность нашим дедам, прадедам, бабушкам, которые в тылу сражались, на фронте сражались. Перед Казанским Кремлем собирается руководство Республики Татарстан и Казанского федерального университета во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, чтобы возложить цветы к памятнику татарского поэта и героя Советского Союза Мусы Джалили. Отсюда почетный батальон КФУ с участниками акции «Бессмертный полк» проходят по улице Кремлевской до главного здания Казанского федерального университета и несут в руках портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Он был в медслужбе лейтенантом. Воево не застал, но родственники мне много рассказывали. Был очень достойным человеком. Первый раз участвую, и действительно по велению сердца. Это мой дедушка Халилов Эмир Гуртович. С июня 1941-го участвовал в боевых действиях. Самый тяжелый период войны прошел и получил тяжелые ранения в боях под Москвой. У меня участвовал в войне прадедушка мой. Он получил медаль за отвагу, за то, что переправил через реку свой отряд. Я хотел бы равняться на него, и поэтому принимаю участие в Марше Победы. Ежегодно в студенческом Марше Победы принимают участие более 5000 человек, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны. В завершении мероприятия возлагаются цветы к установленной во дворе главного здания университета мемориальной доске, на которой начертаны имена представителей Казанского университета, отдавших свою жизнь за Родину. Мы передаем эстафету Казанской государственной медицинской академии, Кнету КАИ и Кнету Кахты, а также другим вузам Татарстана. Давайте вместе расскажем о подвиге наших студентов и преподателей вузов, наших бабушек и дедушек в годы Великой Отечественной войны. КОНЕЦ